Ну что, все готовы купить Apple VR-шлем за 3000 долларов? Да, естественно. Такие вопросы вообще-то могут быть, это же Apple. Ну, сначала я подумал... Постой, подожди, у тебя что-то за ухом. А, это лишние 3000 баксов, или сколько там, 5? Ты себе за ухо положил их, я понял, я понял. Выпустили одновременно, вышли слухи о том, что и за 1000 долларов будет, и за 3000. Я думаю, на самом деле, это Apple просто разным источником разную инфу слили, чтобы посмотреть, что людям больше зайдет. 500 долларов. Вполне, 500 долларов мне заходит. Это нормальная цена. А что касается Apple... Бесплатно. Да, здесь опять вангую будут размышления из серии, что уж Apple-то точно изобретет VR. Хотя я думаю, что Apple, скорее всего, уйдет в стезю, наверное, в Арио. То есть это профессиональный шлем, потому что, в принципе, у них же есть профессиональные устройства. И, в принципе, этот шлем может точно так же стать для каких-нибудь мега-разработчиков из инженерии. Ну, в теории может, но не знаю. Я вот не припоминаю, они работают вообще сейчас с разным бизнесом. Просто, честно, я не слышал про это. Нет, у них есть решение для бизнеса. Нет, 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 это скорее будет не для бизнеса, смотри. Свои же типа там iMac и подобное, они позиционируют как устройство не для бизнеса, а для очень крутых профессионалов, да. Именно для очень крутых профессионалов. Поэтому, скорее всего, этот шлем будет для очень крутых, таких вот совсем-совсем упоротых профессионалов. То есть, опять-таки, мы как раз в чате это обсуждали на Виарусе, что спекулировать можно о том, что... Начнем с того, что экосистема, они будут только в своем яблочном мире, соответственно, скорее всего. Вряд ли они дадут доступ, типа, подключать свой шлем к ПК. Поэтому это исключено. То есть, будет Mac, яблочный мир. В яблочном мире продуктов VR я не слышал. VR, да, у них там и лидары есть, у них там и сканирование есть. Вот это, опять-таки, эту комнату можно было отсканировать тем же лидаром в айфоне. Скорее всего, это будет упор какой-то именно для профессионалов. То есть, 3D-моделеры, вероятно. Я подозреваю, что это будет нечто, как вот обещают и все никак не выйдут, Microsoft HoloLens с их вот этим вот шлем для бизнеса. То у Apple будет не для бизнеса, а для крутых профессионалов в своем деле, то есть, в этом бизнесе. Скорее всего, да. Короче, для работы скорее, но для работы профессионалов. Да, да, да. То есть, не для игр. То есть, ну, мало вероятно, что он будет для игр. Здесь согласен, потому что, действительно, рынок пока присутствует в, ну, буквально с одной компанией, это варивает, ну, из известных, а все остальные как-то на него смотрят, ну, по сути, сквозь пальцы. Вот. И Apple может очень хорошо зайти со своим устройством именно вот на такой рынок. Но, с другой стороны, это, это прискорбно, это печально. То есть, потому что хотелось бы еще одного игрока с доступным шлемом, с, возможно, другой инфраструктурой и с контентом. То есть. Ну, с доступным у них бы никогда не было доступно. Они айфоны, там, маржу они накидывают, там, айфоны по себестоимости стоят, там, 500 долларов, по-моему, они продают за полторы тысячи, ну, примерно. Так что, и с Mac'ами, и со всем, они не скрывают это. Они говорят, что они зарабатывают на железе, чтобы не продавать там данные о людях и все такое. Ну, так что, вариант дешевого Apple-овского устройства до сих пор, как бы, никакого дешевого Apple-овского устройства не существует. Ну, да, сомнительно звучит, если честно. И мнение относительно того, что это как-то устанет в VR, я, допустим, ну, не соглашусь с этим. Я не считаю, что их шлем может как-то бустануть VR, как вот в массы. Он, скорее, станет более популярный в профсреде, но никак. Мне кажется, он бустанет тем, что разработчики начнут смотреть на VR как на индустрию, в которой, может быть, стоит разрабатывать. Ну, хорошо, индустрия разрабатывать что? То вряд ли Apple там будет делать какой-то поток игр, как в том же Steam или как тот же Oculus. То есть игры, игры, игры. А бизнес-сегмент, допустим, у Facebook, приложения для офиса, они так, в ранней Альфе, и пока еще толком особо ничего не понятно. Там пока какие-то наметки есть. Но как бизнес он не использует для развлечения. То Apple будет для бизнеса. И, ну, вот откровенно просто вопрос задаю. Какие разработчики, посмотрев на то, что Apple выпустили шлем для профессионалов, как это их мотивирует что-то делать для потребительского игрового VR? Я уверен, что мне кажется, что вот сейчас, в данный момент, и Unity, и Unreal, основные движки, они уже вовсю лепят поддержку вот этих вот Apple-устройств у себя за закрытыми дверьми. И что эти движки будут поддерживать и в теории, если он еще и будет поддерживать OpenXR. Все, что разработается под него, будет работать на всех других VR-устройствах. Все, что разработается на других устройствах, будет работать и на нем. Другое дело, что, ну, мало кто из обычных пользователей, скорее всего, себе сможет позволить купить шлем для игрулик за 3000 долларов. Но все равно такие найдутся. Ну, опять-таки, я вот особо не вчитывался. Есть какая-то информация, ты считаешь, будет автономным шлемом или... Нет, да, это автономный. Это автономный шлем на их процессорах, которые они теперь в Mac'е свои пихают. То есть два ямковый рендер, ну, предположим, там будет 4K на глаз, это 8K разрешение нужно рендерить. В последнем слухе было 8K на глаз. 8K на глаз, это покажи железо, которое способно выдать 8K на глаз. Без ямкового рендера это не жизнеспособно пока. Ну, вот сейчас Apple покажет. Может быть, с ямковым, да. Вот, скорее всего, ямковый. Ямковый, так, чтобы это было не вот такое маленькое пятнышко, там, а как-то более-менее, на 8K на глаз отбираем там. То есть это получается, ну, да, может где-то 2-3, вряд ли 4K на глаз будет. Скорее всего, около 2-2,5K на глаз, это супер, ну, максимальное разрешение. Остальное там все будет размытое. И, опять-таки, 8K на глаз, FOV, я не помню про FOV, что же там было написано. Там же еще было сказано про то, что, ну, слух такой, что это якобы VR-AR. То есть он будет показывать реальность. В том же плане, в каком и Oculus Quest. Ну, может, у них это как-то, вероятно, у них это будет типа сквозняком. Вполне может быть. 12 камер. Зачем? Ну, скорее всего, скорее всего, для, именно для отрисовки помещения в 3D. Чем больше камер направленных в разные стороны, тем лучше. Может быть, для трекинга рунг хорошего, для трекинга все ничего. Когда считают камеры, камеры, которые на глаза смотрят, тоже считаются. И если там по 3 камеры или по 4 на глаз, то вот тебе так и уходит. А зачем 4 камеры на глаз? Ну, там непонятно, что за камеры. Там нету никакой четкой информации. Просто 12 камер. А что это значит, непонятно. Скорее всего, там будет 2 камеры. Плюс одна из них лидар. Может, не одна, а может, 2 лидар. Я хрен знаю. Тоже камеры. Ну, лидар же вроде бы не считается камерой. Он считается... Считается камерой. Да? Я что-то... Да. Ну, у нас как бы на шлеме тоже вот 7 камер. Один лидар, два на глаза. Все, окей, я понял. Две для рукотрекинга, две для MR как раз таки. Ну, вот и того сколько камер, ты сказал? 8? 7. А, 7. 7. Ну, да, то же самое. Просто больше, круче, дороже. Но мне кажется, чем может бустануть VR Apple, то, что они такие, типа, придут, сразу начнутся везде писать про VR больше. Просто тупо распространение информации о виртуальной реальности, оно повысится. То есть просто больше народу будет узнавать о виртуальной реальности, вообще задумываться о том, что это что-то интересное. И, может быть, приходить даже не на Apple-овское устройство, а на какой-нибудь Oculus или даже там Vive, Valve Index, ну, на что-нибудь. Просто Apple делает VR. Подождите. Ну-ка, сколько он стоит? Ага. Сколько стоит другий VR? Ага. Подождите. Тут еще такой вопрос. Тут момент. Не забывай, что Facebook, они очень сильно бустили рекламу квеста второго. Соответственно, кто пользуется Facebook, процентов 90, что он знает, что есть такой VR. Я думаю, процентов 20. Интересная теория. У них же там миллиард с чем-то пользователей. Я не думаю, что все они знают об Oculus. Я думаю, показывать рекламу. Facebook свою же рекламу показывает про то, что вот есть там VR-устройство. Они же бусили рекламу, тем более им же не нужно никому платить. Видели рекламу, не значит, что они знают, что это такое. Мне показывают постоянно рекламу каких-то промышленных конвейеров. Это не значит, что я знаю, что это такое. Да, я понял о чем ты. Но я в данном случае неправильно выразился. Скажем так, молодая, активная, играющая аудитория, те, которые интересуются играми и подобным, они процентов 90 от них, они видели рекламу квеста. Ну, я вот на любой Discord-сервер зайди, любой игры, вот совершенно любой игры, почти все там знают, что такое BitSaber, что это играется в шлеме. Вот сейчас недавно вышла игра, там, проект Dyson, я зашел к ним на сервер. Один чувак там стримил BitSaber, у него там толпа в комнате собралась, и все обсуждать начали BitSaber. То есть люди знают об этом, что это игра, которая в VR. Одну игру знаю. Ну, то есть они знают в VR. Вопрос в том, что мы не знаем цифр никаких, то есть у нас есть только догадки и все такое. То есть я, ну, может быть, есть цифры, мы их просто вот сейчас не можем так быстро поднять или там вытащить из головы, но я просто цифр таких не знаю, сколько человек знает, ну, и сколько имеет. Возможно, даже у Oculus есть какие-то данные, может быть, они их выкладывали. Надо поискать, в общем. Но мне кажется, что все равно у Facebook одна аудитория, у Apple другая аудитория, и у Apple она достаточно широкая. То есть она пересекается, естественно, но все равно, мне кажется, типа о Apple говорят больше, чем о Facebook. Вот мне так кажется. Ну, конечно, как только выйдет устройство, на всех YouTube-каналах, обозревающих электронику, будут обзоры на VR-шлем просто потому, что он от Apple, а не потому, что VR это круто. Ну, в принципе, да. От них все устройства. Ну, и как бы Apple фанатиков тоже в мире намного больше, чем фанатиков Facebook, не знаю. Да их, мне кажется, вообще нету. Фанатиков Facebook, серьезно. Все его хейтят сейчас. Даже VR какие-то энтузиасты, которые на квесте сидят. Тоже такие, типа, Apple-овская экосистема, это не круто. Типа, это дерьмо. Facebook-овская ты имел в виду экосистема. Ой, да-да. Ну, это почти одно и то же, по-моему. Да, если про Apple подытожить, то тут действительно только слухи, и ничего кроме слухов. Я, например, все-таки не верю в эту цену в 3000, хотя это, в принципе, был бы, ну, интересный ход с одной стороны, но с другой. Действительно, большая аудитория, и она, наверное, не настолько платежеспособная, чтобы покупать устройство за 3000 баксов без контента. То есть, даже если это все оголтелые профессионалы, то много ли профессионалов, которые работают на MacBook'ах, например, в 3D Max'е? Да, ну, не в Max'е, но в 3D-дизайне есть очень много, кто пользуется именно Mac'ами. И в 3D-разработке в CAD'овском, то есть CAD, инженерное 3D, то тоже на Mac'ах очень много, реально очень много. У них хороший, соответственно, процессор, который достаточно мощный, чтобы тянуть CAD'овские системы. Да. Ну, окей. В принципе, с моей точки зрения, я бы хотел устройство дешевле гораздо. Ну, это раз. Если они будут нацелены именно на инженерию, то, с другой стороны, все вот эти вот сливы, они оправданы. И как, и с точки зрения ширины экранов, разрешения экранов, и с точки зрения, там, того, что это устройство автономное. Но пока все это такие крупицы, нужно ждать какого-то более внятного анонса. Может быть, и нет этого шлема еще в... Ну, как такового. Потому что я периодически слышу новости, что Apple делает автомобили. Ну, то есть, как бы... И делают эти автомобили они уже в течение двух лет. То же самое и про шлемы, может быть. Они периодически в инфополе вбрасывают какую-то там инфу о патентах, и все уже как бы возбуждаются. Но с другой стороны, 3000 — это дорого. Ну, там было несколько сливов, типа. И они все, ну, такие... Короче, много разной информации, которые местами не состыкуются друг с другом. И там такое ощущение, как будто есть два шлема у них. Ну, или, типа, много наработок, из которых они там хотят слепить шлем. Ну, у меня такое, по крайней мере, картинка в голове сложилась, что... Ну, и инсайдеры говорили, что там более 10 разных моделей. Вот, то есть они такие сливают. А может быть, вот это понравится, вот это понравится. Знаете, как... Мне вот постоянно на работе про мобилки говорят, как мобилки, типа, проверяют концепции. Они просто заливают, типа, видос с геймплеем и смотрят на конверсию. Или, там, когда игра выпускается, они просто смотрят цифры первого дня и могут вообще забить на игру или продолжать... Ну, то есть ее развивают в зависимости от цифры. Тут то же самое. Они такие залили, типа, посмотрят на то, что ответят, ну, потенциальные... потенциальные юзеры, которые купят это. Вот. И, может быть, они просто собирают информацию, чтобы попытаться, ну, то есть собрать... Ну, не попытаться, а скорее... Короче, собрать это все в единое какое-то устройство. Ну, вот слух про 3000 долларов там еще упоминалось, что они рассчитывают на то, что будет продаваться примерно 100 тысяч устройств в год. То есть это... Они не планируют там... Оптимисты. Не планируют цифры Окулуса. У меня рот перестал открываться. Да. Да. Может, ты заодно запишешь вступительное слово? А, вступительное слово. Да, мы как-то сразу к Apple пошли. Да. Добро пожаловать на ежедвухнедельный выпуск VR-терок, где мы всегда обсуждаем Apple-овские устройства. Сегодня с нами я, Илья, Стит VR. Сантос, специалист по VR-индустрии в плане промышленности. Дима, специалист VR-индустрии в игровой индустрии. И Эрик, специалист VR-индустрии в социальной индустрии. Сойдет, да? Сойдет. Одни специалисты, все в такие вот рубашечки. Да. Не важно. Опять забыл галстук надеть. На этой неделе нам еще или это уже на прошлой неделе, когда вышло интервью с Гейбом, где он говорил о нейроинтерфейсах и насколько они близко к тому, чтобы сделать провод, втыкающийся в шею. Что вы думаете о том, как это будет выглядеть в будущем? Будет ли это новое устройство или, например, Valve Index 2? Или это будет дополнение к нему? Или что нам стоит ожидать? Мне кажется, они вроде как хотят... Они, в отличие от Oculus, они считают, что вот шлемы сейчас недостаточно крутые в технологическом плане. И рано их удешевлять. Рано их запускать в массовое производство. Они так вроде бы считают, если я ничего не путаю. И мне кажется, они скорее сделают какой-то новый шлем не только по вот этой вот штуке с вставлением, ну, как в матрице, короче, но и, скорее всего, по всем остальным каким-то критериям. Там получше картинку сделают, получше фофф. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Ну, вообще, на самом деле, не факт. Вот. Но сама технология, мне кажется, очень интересная. С тобой все нормально? Сама технология интересная в любом случае, потому что там очень много интересных каких-то моментов было, типа, что оно исчитывает твое настроение, то есть оно может понять, скучно тебе или весело, там, страшно. И в зависимости от этого можно делать какие-то решения в игре. То есть там, сделать страшнее. Как бы такие данные помогли бы тебе в разработке Страйда? Ну, вообще, интересный вопрос, я об этом не думал, в Страйде я не уверен. Но вообще, если делать компанию, любую, то можно, во-первых, оно может помочь в ее производстве, то есть, когда ты плейтесты проводишь, тебе эта штука помогает понять, как игроку, там, скучно, не скучно. Оно больше данных просто дает. Не просто потому, как игрок играет, ну, смотришь на со стороны, и что он говорит после этого. Иногда люди, ну, типа, могут не сказать чего-то, там, забыть, сказать что-то, что они чувствовали в процессе игры. Вот. И тогда получается, что эта штука, она может тебе дать очень много в плане тестирования. То есть, ты больше получишь информации о том, что ты делаешь, и у тебя будет лучше контент, соответственно. Вот. А так в игре, наверное, можно делать, что если игроку, например, вот, есть штука такая, как состояние потока, чтобы игрока сохранять в состоянии потока, можно, ну, типа, считывать, как ему, там, неинтересно, там, ну, скорее, даже не то, чтобы интересно и неинтересно, а сложно ли ему, там, скучно ли ему. И в зависимости от этого можно прямо на ходу делать какую-то градацию сложности, там, повышать, понижать, и таким образом оставлять игрока в состоянии потока, чтобы ему все время было, вот, такое ощущение, знаете, когда, как будто бы на волоске от смерти все время. Ну, и, понятное дело, туда-сюда, там, волнами его переключать. Вот. Мне кажется, как раз-таки для страйда отлично подошло, у вас же генерируются уровни, и вот сложность именно бы генерировалась на ходу, чтобы сложнее, легче. Ну, на самом деле, много всего можно придумать. Вообще, я еще видел, там было написано про то, что оно не просто считывать может, оно вроде как, или они пытаются достичь, я вот, честно говоря, точно не помню, но там чуть ли не боль можно будет почувствовать, но это типа, они говорят, что нужно будет обсуждать. Тут я могу вмешаться добавить по поводу ощущения, тактильных и вообще подобных. Я периодически, скажем так, этой темой интересуюсь. Вот. На последние два года информация. В 20-м году был представлен уже полностью рабочий прототип протеза, руки. Вот, полностью руки от плеча. Значит, девушка с ампутированной рукой, ей, значит, протез и подключенные к нервам, которые выходят в плечо, к нервам, там инвазивно, оперативно были подключены куча электродов, куча электродов. Там просто паутина висит. И, значит, все это типа залеплено, и такая, типа, ящик висит. Значит, она может управлять, на ютубе куча на эту тему роликов, и там всякие обзоры были. И вот я смотрел именно оригинальный ролик, читал, скажем так, white paper, то есть описание технологий и так далее. Значит, девушка силой мысли, она посылает сигналы в передатчик, ее протез начинает двигаться. Но это не ново. Однако протез от нее находится за стенкой. То есть специально он может одеваться на руку, сюда, ну, на тело одевается. Но там был эксперимент, который они показывали, скажем так, демонстрировали за стенкой протез, она его не видит. К протезу прикладывали, в руку протеза кладут предметы круглые, квадратные, мягкие. И говорят, опиши. Она рука обхватывает и она говорит, это типа кубик. То есть тактильно ощущает. Затем типа это шарик, потом это что-то мягкое, затем он начинает проводить, ну, типа, ручкой, карандашом начинает водить по пальцам, и она говорит, на какой палец, куда надавливают, типа на кончик пальца, на фалангу, ну, на середину пальца, на ладонь, какой палец. То есть тактильно она определяет обратную связь. Но это настолько все еще пока сырое. То есть они говорят, что у них это получается, но она была не первой, с кем экспериментировали. То есть там целая группа людей. И вот очень многолетние эксперименты и исследования подвели к тому, что вот только буквально в 20-м году был представлен такой протез с обратной связью. И там реально куча проводов. До состояния, чтобы это можно было внедрить из серии проводов в затылок, хотя Гейб пока об этом ничего не говорил, кстати. Там пока что только связь из мозга в шлем. И весь шлем утыкан. Он за non-invasive. Да, не маск, который хочет связать. Причем занятно, что на самом деле даже можно снимать данные не со всей головы, а всего лишь с одного уха. И такие аппараты уже есть, которые вешаются на ухо. Они считывают те же самые волны, которые идут по разным точкам черепа, ну, мозг здесь. Эти же точки находятся полностью, те же самые точки, просто они находятся более близко пассажа, находятся на ушах. Те же данные можно снимать с ушей. Считывать так, да, но до того, чтобы внедрить и хотя бы тактильно что-то ощущать, просто какие-то ощущения, до этого еще очень далеко. На самом деле очень далеко. Ну, лет пять это минимум, это на то, чтобы хоть как-то тактильно. А по поводу запахов визуальных и подобных это пока даже не ну, как бы даже не рассматривается пока. Да, есть, конечно же, скажем так, виртуальные, ну, тоже виртуальные протезы, есть протезы последние пять лет уже они более-менее успешно слепым, потерявшим зрение людям, внедряют тоже опять-таки в мозг кучу электродов, там просто куча, и ставится камера, очки с камеры одеваются, и человек описывает, что он видит, ну, так, образно, то есть, я вижу, что это большое передо, там, квадратное, типа, это стол, я вижу, типа, вот, стена, и типа, в ней дыра, дверь, то есть, он, мозг не может это все воспринять, даже учитывая, что это конкретно определенные, вот, участки, которые задействованы, там, алгоритм обработки и так далее, то есть, пока еще до шлема, до маски, до провода в затылок еще очень-очень далеко, по поводу, как использовать разработки гейба, шлем весь утыканный датчиками, считывание, ну, честно говоря, вот, ты говоришь, правильно, что можно так снимать данные игроков, и смотреть, какие элементы больше нравятся, а какие не очень нравятся, а с другой стороны, ну, в принципе, это будет не сильно круче анкетирования, допустим, если это тестовые группы. Нет, 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 смотри, вопрос в том, что анкетирование это вещь, которая сознательная, игрок должен сам написать что да как, но, вот, например, я знаю точно, что плейтесты лучше всего самому видеть, как игрок играет, потому что он тебе там в конце расскажет что-нибудь, да, но на самом деле самое важное, это когда ты видишь в каких местах и что он там не может сделать, вот, и это первое, а второе, то, что эта штука в теории может на ходу тебе что-то показывать и, типа, ты можешь на ходу прямо это видеть, а если в консюмерское устройство это втыкать, то эта штука на ходу может тебе давать, генерировать процедурный мир, так она уже может, или пока все теории и серии может, там, я не знаю, фантазии, пока, пока... Могаев говорит, что может, но при этом они устройства пока не собираются выпускать. Потому что я знаю про российскую разработку подобную, то есть там она, это доп. оборудование, которое прикрепили на шлем Quest 2, соответственно, он считывает, я так понимаю, что верхние, там, сигналы, там, сломных долей, и ты выбираешь какие-то элементы, там, в игре, то есть, там, именно, ну, сигналами мозга. Вот. Если подобное внедрять в индекс второй, то здесь действительно, как сказал Дима, это только со стороны, наверное, разработчика будет интересно, потому что, да, действительно, он сможет таким образом масштабировать, там, те же волны, страх, ну, у игрока, либо интенсивность его игры, то есть, если это, например, какие-то процедурно генерируемые уровни, то есть, вот это устройство поможет считать плюс, если, опять же, ну, все мы играем, если смотреть на игры, то, в принципе, интересно, как в Half-Life Alyx предметы не рукой, а, к примеру, там, взглядом, каким-нибудь, то есть, посылаешь сигнал, там, яблоко в руку, и в игре оно действительно прилетает тебе в руку, это интересно было бы с точки зрения геймплея, а, что касается, вот, именно, ну, какого-то ближайшего будущего, тут я с Эриком согласен, потому что, ну, это где-то пять лет, может быть, хотя я не специалист в этом. Там, Гейб, по-моему, говорил что-то такое, что, мол, если вы разработчик какого-то, там, 22-го, что ли, года, да, и у вас нету этой штуки, то вы совершаете большую ошибку, что она вам, типа, нужна, а в том, как её использовать, мне кажется, ещё я подумал о том, что, вот, допустим, там девушка, она, у неё там руки не было, и ей, ну, заменили, киборг, короче, девушка без руки, вот, девушка без руки, вот, но, а что, если, допустим, у меня две руки есть, а мне такой раз, и третью сейчас сделаем, ну, то есть, в теории, в теории, я думаю, Твой мозг этого не осознает, ну, интересный вопрос, Это надо с детства делать, это надо тренировать, это надо именно долго тренировать, мне кажется, Ладно, Причём тут шлем гейба, да, есть проблемы, но в теории, да, то есть, есть проблема в том, что нужно тренировать это, но в теории можно сделать геймплей, когда ты там, у тебя не просто руки, а с помощью этого интерфейса, у тебя есть какие-то там щупальца, как у, я не знаю, у кого, у доктора осьминога. Щупальца, ну вы поняли, да, да, ну вы поняли. Не те щупальца, это... Подкаст не об этом, вот, но просто прикол в том, что ты можешь там что-то делать, и до этого даже трекинг рук не нужен, еще что-нибудь. Ты это будешь делать, как дополнительная крутая механика будет. Вот, Санчес, ты сказал про российскую разработку, вот недавно же там бумнуло в интернете все VR-обзорщики показывали это устройство, которое на квест одевается. Вот, и там эта игра, в которой ты выбираешь какие-то элементы. Ты видел там, кто-то из обзорщиков показывал процесс тренировки. Это не пять минут, не час. Там несколько часов. Я слышал про эту разработку именно тоже в другом подкасте. Тоже сбрасывали какую-то ссылку, приглашали именно представителей компании этой. И да, она больше направлена на развитие детей, людей, то есть у которых есть определенные, ну так скажем, проблемы. Вот. Вот на это она направлена. И то есть там, да. Это может использоваться по-любому вообще. То есть главное научить мозг. То есть даже просто управление, двигать предмет, допустим, вот нужно эту шкатулку прямоугольную подвинуть, допустим, вот туда. Или просто ее как-то активировать. Нет, она нарисована. Ты мозг должен, ну я имею в виду, что ты мозг должен натренировать, что ты хочешь работать с прямоугольным объектом. Там показывали вот в одном из роликов обзоров этого устройства, которое там одевается к квесту. Его несколько часов нужно тренировать. Там такая специальная развивающая, ну типа тебе там показывают предмет, допустим, сначала все с примитива начинается. Показываются круглые предметы. Начинаешь думать о круглом предмете пока ну и там типа уровень правильно-неправильно ты думаешь. Ты думаешь о круглом объекте, там такая типа уровень хлоп, типа зелененькая. Правильно, потом квадратик, треугольник. Проходишь когда более-менее это уже быстро, начинается самый примитивный арканоид. Четыре позиции для этой, ну ты понял, в арканоиде, что это в зубито катается. Четыре места на экране, куда можно ее подвинуть и на этих местах там еще так интересно типа гличами показываются эти фигурки. Треугольник, квадратик, кружочек и там что-то еще, не помню, плюсик, неважно. И вот ты когда думаешь об этом месте, бита подъезжает к этому месту. И в эту игру играешь, сидишь тоже. Сначала оно двигается не туда или вообще не двигается. Ты больше, ну то есть оно тренируется, грубо говоря, оно считывает волны и научиться вот просто даже арканоидом управлять уходит не там ни 10 минут и не полчаса. Там реально люди играют часами. Потом уже начинаются более сложные игры, а потом уже типа небольшой такой 15-минутный экшен, когда ты там типа выходишь из тюрьмы и вокруг эти... Взрываешь зомби. Да, взрываешь дверь и там выходят инопланетяне. И у них у всех типа мозг, он такой большой, круглый. Ты о нем очень сильно думаешь об этом большом круглом мозге, причем он отдельного цвета и подсвечивается. Ты думаешь, что у него мозг взрывается. Что мне интересно стало то, что у некоторых, вот что там говорили об этом, у некоторых появляется допустим два инопланетяне с круглыми мозгами, о каком я думаю тот и взрывается, ну конкретно там левый или правый, а у некоторых не получалось натренировать левого или правого и взрывался рандомно какой-то. То есть неважно, я могу смотреть там в потолок и все равно взрывался какой-то из них. А у кого-то получалось конкретно натренировать. А про тентакли это даже не дни будут тентакли учить. Ну понятно. Слушай, это вопрос. Как мы знаем, VR еще не изобрели, Apple изобретет VR. Я думаю, когда Apple изобретет VR, вот тогда мы и получим эту технологию. Поэтому все впереди. Да. Мне еще понравилось, что Гейб сказал, что и в обратную сторону они могут посылать сигнал. Именно тех людей, которых укачивают, они могут уже подавлять это ощущение с помощью своих... Я подозреваю, что скорее всего это сделано не сигналами. Сигналы посылать... Чем бьют его, пока они... Да, пинают больно. Током. Током бьют. Мне кажется, что там скорее всего как-то адаптируется картинка пока ты начинаешь играть. Ведь многих укачивает от того, как резко меняется картинка, допустим, а тебя начинают укачивать опять-таки это определенные сигналы мозга появляются при этом. Возможно, вероятно, как-то... Может сужается ФОВ на это время, потом постепенно, постепенно расширяется. Как-то... Но посылать импульсы обратно в мозг, грубо говоря, через черепную коробку, чтобы тебя не укачивало. Если, допустим, они такую вещь разработали, устройство, которое позволяет тебе не укачиваться, то они бы совершили революцию вообще в мире в очень многих сферах профессий. Высотники, моряки, пожарные, которые на большую высоту. То есть это очень нужно не только в VR подобные устройства. Но пока что этого устройства кроме препаратов медикаментозных нету, потому что это не так просто. А что я по себе инсталлировал на одной из презентаций, когда ему голову сверлили? Нет, это шутка была. Это была шутка просто? Блин, я повел с ней. Ай, блин. Отстой. Нет, серьезно, сзади него какой-то мужик стоял, и потом они рассказывали как раз про этот нейроинтерфейс свой. Причем я не знаю, а что именно у Илона Маска в этом плане. У него же тоже какой-то нейроинтерфейс, который с блютусом. Инвазивный, по-моему. У них там такая шайба, тебе высверливают кусок черепа, вставляют шайбу, которая электродами подключается в мозг. Предпочитаю телефон носить в кармане тогда лучше. Окей. И когда ты спишь, оно заряжается, то есть беспроводная зарядка. Да, Маск лижет. Главное, чтобы аккумуляторы им делали не Самсунги. Я помню, там было что-то про боль, что они говорили, что там можно еще и будет боль, но это такая тема, которую еще нужно обсудить, бла-бла-бла, и все такое. Что-то такое я помню. А, вот, что он говорил, одна из причин, почему они не выпустили это устройство, потому что они не могут сделать достаточную защиту, чтобы никто тебя не хакнул и не начал засылать тебе как в фильмах когда тебя убивают. Это мы уже очень близко приближаемся к сериалу «Черное зеркало». А что делает шлем от Vive? Я видел тоже изображение с такими банками на голове. Синий недавно ходил в интернете тоже какой-то с каким-то нейроинтерфейсом, ну, только он, по-моему, считывает действительно только лобные сигналы. вот такой вы тоже увидели, не знаете, не помните. Коробка такая синяя. Да нет, нет, на шлем, по-моему, на проху прикрепили сверху дополнительные интерфейсы, вот, соответственно, и проводили тоже эксперименты на, ну, вот именно вот в этой части, то есть с разработкой, с сигналами, то есть из головы, вот, но это давнее, я такого не видел, потому что, как бы, ну, я скидывал, помню, тогда еще на VR-рус эту тему, и там, по-моему, даже видос был какой-то, как, ну, проводят именно подобные, как бы, эксперименты, так что, в принципе, это все не ново, и, но с другой стороны, пока далеко до рейсов. Ну, посмотри, Считывая и мозговых волн, и выбора ответов, да, нет, на самом деле, еще лет, наверное, 10 назад, да, около 10, может, чуть меньше, было устройство для людей, которые парализованы, ну, вот, там, инсульт или что-то еще, человек лежит парализован, может только это глазами шевелить, одевается обруч на голову, и вот, он может выбирать из нескольких вариантов на экране ответ, то есть, если Хокинг это делал мускулом, он, ну, разговаривал, используя мускул, перебирая там варианты ответов, то люди, которые совсем парализованы, его не могут шевелить, даже почти глазами не могут шевелить, есть и такие, одевается обруч, и он там, типа, да, нет, и, типа, выбор каких-то действий, допустим, там, мне холодно, мне жарко, ну, в таком ключе, я же говорю, это уже около 10 лет назад было, поэтому это все не на вог, как это использовать в VR, это, это, ну, очень-очень вопрос такой, знаешь, вот, вот вам игрушка, играйте с ней, делайте с ней, что хотите, то есть, а что с ней делать, пока еще мало кто знает, допустим, еще не было ни одной игры просто, никто этого не делал, мы сейчас не можем ничего сказать, как она использовалась. Одна игра уже есть, да, голову взрывать, уже игра первая есть, но она мало играбельная, ну, арганоид, инопланетяне, как бы, ну, это мало играбельно, потому что там все элементы, которые на уровнях, они все подсвечиваются этими формами, то есть, там, на замке, который нужно взрывать, там, типа, замок, и на нем, типа, черный экранчик, в котором нарисован квадратик, типа, замочек такой маленький, ты должен подумать о квадрате, и тогда он взорвется, то есть, ты не можешь подумать, взорви замок, вот, представь себе замок, такого, ну, так оно не работает, тебе нужно конкретно придумать, подумать о каком-то объекте, геометрической фигуре, причем пока даже не о цвете, а просто о фигуре. Ну, это, по крайней мере, сейчас, потом непонятно, что будет и когда, ну, вопрос времени скорее. Ну, и как это использовать? вопрос в том, что, типа, ты говоришь про обучение долго, но в теории обучение можно встроить в геймплей так, что ты и особо не будешь ощущать, что это 20-30 минуты, 20-30 минуты, 20-30 минуты. Мне кажется, никаких технологий нет у военных, потому что, скорее всего, сейчас именно впереди планеты, все участники со своими, у них, они более смелые, нежели чем военные, и у них, ну, например, с болью, с той же самой пример, во-первых, лично я, как, там, ну, человек, боящийся боли, я бы не хотел, чтобы шлем мне говорил, ну, что там, мне будет больно, либо наоборот, делал меня в игре больно, даже если это часть геймплея, я срать хотел на это, мне это не надо, я развлекаться пришел, и я больше, чем уверен, найдутся группы людей, которые будут бойкотировать подобные технологии, и, как бы, ну, это довольно такой социальный, как бы, этическая сторона вопроса уже тут поднимается. да, да, этическая сторона вопроса. И даже если сейчас говорят, что в VR-шлеме у тебя глаза портятся, ну, то есть, вот такое, и до сих пор, как бы, ходят такие, 5G-вышки сжигают. Да, 5G-вышки сжигают, и прочее, прочее, а тут, прикинь, вы шлем надеваете, у вас там боль будет, это просто людям мозг взорвет, они сразу пойдут на Reddit писать, то есть, чувак. Ну, ну, вот этот вопрос, в принципе, Гейб примерно так, по-моему, и сказал, что этот вопрос, который еще надо, ну, обсудить, потому что это пока, короче, они ничего не решили, и тем более устройства у них пока вроде бы нет. Но, но, я думаю, они об этом всем, все равно будут думать. Если ты выпускаешь какой-то шлем с такими штуками, ты явно будешь эти вещи прорабатывать, иначе, ну, конец твоему устройству. Но про военных, то, что Илья говорит, я не могу сказать, какую сферу можно выделить для военных, именно с точки зрения управления мозгом устройства. Ну, насколько точно можно управлять, там, беспилотником, или танком, или пушкой какой-то, то есть, вот в этом плане, то есть, если только распределенное какое-то управление, один мозг, ой, прошу прощения, рок-н-ролл, один мозг управляет десятью устройствами, то есть, как там в игре какой-нибудь. Ну, то есть, это тоже интересный вопрос, но насчет технологий, я считаю, что только участников есть сейчас что-то такое, что может взорвать рынок. А, а все потому, ну, просто смотри, есть неизвестное, неизвестное, так называемое, это когда объект, ты даже не подозреваешь, подозреваешь, что что-то существует, поэтому мы даже не можем не знать о том, что есть у военных, просто потому, что они не шарят эту информацию, и все. Там делают себя, что военных есть, кибер-мехи, люди, и кошка-девочки, собак. Да, вполне возможно. И кошка-девочки есть, дельфины боевые, я точно про них слышал. Да, щупальцами, щупальцами. Я скорее даже поверю в то, что Facebook в их Project Aria, очки, которые будут одеваться, и вполне вероятно, что на дужках могут быть, там, стоять 2-3 электрочитывающие сигналы мозга, причем, ну, как бы абсолютно беспалевно это можно делать, и они будут просто мониторить, то, как ты смотришь на рекламу, там, и подобное, причем это дело вообще беспалевно. И излучающие, чтобы тебе мысли могли сразу посылать. Так вау, какая классная реклама. Вспоминается серия из Футурамы, Глазфон, помнишь? Чпок. А, айфон, да. Да, 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 Глазфон. Ну, кстати, о Фейсбуке, у нас тут было ежеквартальное собрание, не у нас, не у нас, а у Цукерберга. Никто. Ежеквартальное совещание о том, какие у них, сколько они заработали, они сказали, что теперь, наконец, они зарабатывают с Окулуса деньги, это не убыточный бизнес, это самый прибыльный из бизнесов, не связанных с рекламой, и упомянули, что квест третий находится в разработке. И все, тут же просто все новостные, типа, а, в этом году, там, через три минуты выходит квест три, зря не покупайте второй, сейчас третий выйдет. Ну, блин, это понятно, что квест три разрабатывался, более того, он разрабатывался до того, как второй вышел, сейчас и четвертый разрабатывается, и пятый разрабатывается, сейчас это нормально, это процесс разработки, ты не успеешь все в один запихать, все лучше, и при этом, чтобы он стоил 300 баксов. Вот, вот, точно так же, как и телефоны, каждый год выходят несколько новых моделей телефонов, и почему бы, учитывая, что шлем стоит дешевле какого-то среднего, средненормального телефона, то менять его каждый год, в принципе, это глупо. То есть, ты думаешь, что они в этом году... Нет, в этом вряд ли, в этом нет. Мне есть что сказать по этому поводу, касаемо квеста, на самом деле, третьего, и вот этой всей ситуации с Марком, с дефицитом шлемов, потому что Гейб может говорить все, что угодно про свой нейроинтерфейс, но Гейб, я не могу купить шлем в России, я не могу купить шлем, даже если я нахожусь в Америке, просто потому, что у тебя их нет, о каком нейроинтерфейсе ты, как бы, говоришь, наладь, пожалуйста, производство. Сегодня я, например, узнал о том, что можно майнить эфир на ноутбуках с картой 3080. Я залез на Авито. Ну, все. Да, я залез на Авито, я залез в ДНС и в прочие-прочие магазины, я хотел узнать цену на видеокарту и увидел страшные цены в 225 тысяч за какую-то странную компанию, которая, ну, я никогда про нее не слышал, и она продает 3080. К чему я все это веду? ПК гейминг... Это Цукерк виноват. Нет-нет-нет, ПК гейминг, ПК гейминг становится неоправданно дорог, потому что цены на детали растут. Да, да, да. И эти детали тяжело достать. Очень, очень, да. И то, что сделал Марк с точки зрения VR-устройства, он сделал доступное устройство, он сделал устройство, которое само в себе, то есть не надо покупать никаких видеокарт, не надо иметь ПКу. И действительно, я считаю, что Quest 3, ну, тут уже, наверное, компании Facebook решать с точки зрения их анализа рынка, но в ближайшее время, наверное, ну, может быть, даже в начале следующего года мы точно увидим, ну, какие-то устройства более мощные с точки зрения именно VR-устройства, это то, что сейчас позволяет делать Quest 2, ну, еще не так интересно в плане графической составляющей, хотя, хотя, мне очень многие игры на Quest 2 нравятся, ну, то есть они действительно красивые, но надо больше мощи. И вот это, наверное, мое мнение, и я считаю, что ПК гейминг отомрет, то есть... А вот представь себе, те, что начнут майнить на квестах. Я хочу, чтобы вы все вонючие майнеры... И сразу у тебя все квесты будут 200 тысяч стоить, как индекс. Тогда знаешь, что я скажу? Я скажу, Google Cardboard, это технология. Потрясающе. Я считаю, что вот этот телефон с VR-ом двигает VR вперед. Помнишь, Илья, я несколько подкастов назад, перед тем, как Quest 2 выходил, я говорил, что он бустанет, и увидим, что в Steam он будет в топах. Он уже близится к топам. И такие... Топ 2 сейчас шлем в Steam. Это стало действительно шлемом, который бустанул VR, ну, несказанно. Я, конечно, предполагаю, что, вероятно, в 22-м году, но не исключается тот вариант, что Quest 3 или, типа, Quest 2 Pro может выйти на Рождество от 21-го года. Ну, в конце 21-го года. Они, кстати, говорили... Я думаю, что не выйдет. Просто по одной причине. Смотри, первый квест, когда вышел, он был на Snapdragon 835, который был на тот момент говнищем. Сейчас второй на XR2. И лучше XR2 есть только Snapdragon 888, но он очень чуть-чуть лучше. Да, мы... Ну, там... А может быть, он не чуть-чуть лучше. Может быть, там... Ну, в общем, я как раз тоже видел про то, что 888 более новорожденный. Но может быть, он чуть лучше в синтетике. Но, опять-таки, синтетика, она ничего не показывает. Вот, вот на мне сейчас шлем Quest 2. И я не могу сказать, что... Нет, подожди. На тебе сейчас нет шлема. Мы тут находимся в замке дейбом. Мы в реальности сидим, Эрик. О чем ты говоришь? Какой шлем? VR не существует. Да, у меня дома лежит Quest 2. Во дворце. Вот. И, скажем так, вот его процессор XR2, если смотреть синтетику, то он не сильно там... Не сильно лучше каких-то топовых телефонных, обычных процессоров, в синтетике. Но никакой из тех процессоров не сможет выдать то, что может выдавать Quest 2. Ну да, он же сделан под это. Вот. И может быть, 882 он в синтетике показывает, что он в синтетике чуть-чуть лучше, а в реальности он может поддерживать спокойно на лету 6 камер. Сколько на Quest 2? 5 камер? Да. А он там поддерживает, допустим, 7 камер. 4, 4, 4. 4 камера. 4. А, это на S-ке, это на S-ке, да, перепутал. Может, он там поддерживает 6 камер на лету спокойно в максималке и может он там может выдать середину чуть больше разрешения или герцовку стабильную, нормальную или декодинг видео лучше, опять-таки, к вопросу о линке и перспективах линка. только XR делался для VR и AR, а 880 какой там, 8-й, он же не делался для VR специально. Так что, ну, сомнительно. Ну, а вообще, мы, по-моему, сливы достаточно много видали перед тем, как Quest 2 вышел. И я не помню, когда они начались, но мне кажется, за полгода. За полгода, Вот, поэтому мы еще узнаем и увидим, будет ли он или нет. Это, во-первых, а во-вторых, они не назвали это Quest 3. Они сказали преемник. Что это за преемник, непонятно. Возможно, это будет даже какое-то более дорогое офигенное устройство. Вероятно, Quest 2 Pro, я бы, допустим, я бы голосовал, ну, давал свой голос за то, что это будет шлем с той же электроникой, начинкой, но чуть-чуть больше экраны, просто по размеру, потому что москитной сетки и так ее практически нету. Всего-навсего там на полсантиметра, на сантиметр увеличить диагональ, на чуть-чуть диагональ увеличить и увеличить фов. Сделать фов больше. Да, в ущерб небольшой, буквально еле заметный ущерб москитной сетки, но увеличить там градусов на 20 фов. Это, вот это может быть Quest 2 Pro и он будет, потому что, опять-таки, действительно, выпускать сейчас Quest 3, по сути, и делать игры сразу на более мощный шлем, это, по сути, тормозить игры третьего шлема, потому что вагон, у нас тут большая тележка осталась Quest 1, и нужно же как бы совсем отрезать его от разработки новых игр. Facebook вряд ли пойдет так резко, грубо говоря, в этом году, даже в следующем году. Что у консолей происходит именно, когда они, ну, сколько у них именно временной лаг, когда выходит, например, там, третий плой, потом четвертый, пятый? А лаг раньше был... 7 лет? Раньше был... Сейчас намного меньше, если раньше это было там... Года 3? 7 лет, сейчас сколько? Ну, 3-4 года где-то сейчас лаг. Года 3, то есть, соответственно. У нас это, наверное, где-то года 2, то есть, ну, мне так кажется. Между первым и вторым 2 года. Да, ты правильно сказал, что... Ну, если говорить конкретно об играх, то есть, сколько еще будут на PlayStation 4, который вышел в 2013 году? Я не помню. То есть, сколько еще на него будут игры выходить? Ну, года еще полтора. Вот PlayStation 5 уже вышел, а еще года полтора ожидать, что новые релизы будут выходить. А с квестом? А с квестом это еще интереснее. У него же, получается, игры от квеста первого на квесте втором доступны по умолчанию, если я не ошибаюсь. Да, да, да. Они доступны по умолчанию. И тут же дело в том, что... Но, просто второй квест может играть более... Ну, чуть лучше текстурки, чуть больше полигонов добавить может, в отличие от первого. И игры и там, и там идут сейчас, грубо говоря, и на первом, и на втором. Они одинаковые. Но на втором они чуть красивее, чуть-чуть текстурки получше. В третьем квесте, ну, в гипотетическом третьем квесте, там игры уже будут более... Еще больше текстур, еще больше полигонов. Но они же не могут делать игры только на третий квест, опрокинув первый и второй. Соответственно, будут делать как минимум на второй и третий. Некоторые разработчики пытались. Вот в Рэкруме их режим Battle Royale, он вышел только на второй квест. Только на второй квест. Потому что он просто физически... Они хотели на первый, там читал у них в Дискорде. Да мы не знаем, когда дропнут первый квест. Мы не знаем, когда дропнут первый квест. Это... Oculus говорили, что, а, да мы будем поддерживать, да и... Oculus S они дропнули практически сразу. Ну, то есть, как вот такие... Нет, 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 нет. Они Go, они Go, они Go дропнули. Нет, нет, я именно про Oculus S, когда... Rift Test? Ну, да, Rift Test, фу, прошу прощения. Rift Test, когда они заявили о том, что, ну, все, мы больше не будем производить, там, в течение, там, ближайшего времени, и все, и практически забыли про него с точки зрения маркетинга. И сейчас всячески педалирует именно квест второй. А потому что смысл от Rift'а сейчас? Нет, 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 я понимаю. Ну, вот вопрос, что засунуть в квест третий, кроме как лучей, ну, RTX-а утрированная, я не вижу больше никаких технологий. Расширить чуть-чуть Fof, и для этого им придется подорвать, ну, то есть, фактически выпустить то же самое устройство, но это же... Они же не Pimax, которые делают 500 шлемов одинаковых, там, с чуть большими экранами. Мне кажется, плюс, если ты послушаешь на Reddit'е Oculus'а, разве там много людей жалуются, то, что маленький Fof? Да вообще никто, никто даже не пробовал других шлемов. Они покупали квест 2. Леша жалуются, что маленький Fof. Ну, так он другое пробовал, пробовал. Ну, Леша сюда не пришел, значит, его мнение нам интересно. А, ну все, а кто этот парень, так и не пришел, мы его звали. Хэштег, Леша, приходи. Может, его вообще не существует? Может, его не существует вообще? Как и VR еще не изобрели. Да, VR не изобрели, Лешу не изобрели. Хэштег, Леша изобрели. Хэштег, Леша заходи. Да. В общем, опять же, как и с Apple'ом, куча всевозможных, ну, пока домыслов, мыслей, но неизвестно, что, что, там, Марк про это, про все думает. А вот их AR-очки для меня более реальны на сегодня и более интересны, нежели, чем Quest 3. Да, да. Они, по крайней мере, стильные. Стильные и функциональные. В отличие от всех тех вот этих вот Unreal, по-моему, очки назывались, то есть, ну, такие уродливые, пластиковые, набалдажники. А уж про оставшихся представителей я вообще молчу. Ну, просто у Facebook'а хорошие промышленные дизайнеры, которые делают лаконичные вещи сейчас. Вот это вот интересно. И вот их AR-направление мы увидим, мне кажется, раньше. Да, скорее в этом году, вероятно. Они же говорили в прошлом году, что в этом, этот год будет посвящен AR. Мы просто забыли об этом, когда обсуждали. В том году они говорили на этом науковой сцене, что 21-й год это будет годом AR. Ждем. Я бы, я не уверен. Ну, то есть, у меня ощущение такое, что, вот они сказали, что преемник уже готовится. Что за преемник, непонятно. Вот мне кажется, что не очень правильно говорить о том, что, типа, AR, вот это будущее, VR это будущее. Мне кажется, будущее это XR, когда у тебя будет AR-шлем, который по, там, мгновению сердца, я не знаю, там, чего-нибудь, там, нажатию кнопки переключается в VR-режим, когда ты переходишь в отдельный... Это, для AR это должны быть прозрачные линзы, а для VR они должны быть, у тебя должна быть крышка. И у тебя должно цвет свет не должно попадать. Ну, да. Но вы слышали о таком устройстве, как Vario? Fujifilm. Vario? Слыхали? Про Vario? Ну, конечно, слыхали. У Vario прозрачные эти самые? Нет, не прозрачные, но переключение VR и... То есть он тебе в AR отрисовывает туда, он тебе отрисовывает... Две камеры. Вот, две камеры, а AR, который Oculus сейчас, ну, Project Aria, это прозрачные очки, которые ты носишь на лице, как просто ты идёшь по улице в обычных очках. В Vario в кафе не пойдёшь. Ты не пойдёшь в этом, грубо говоря, в квесте, учитывая то, что в нём можно включить AR-режим, ты в нём же не пойдёшь в кафе. Рюкзак, компьютер, и можно. Ну да. Я так представляю, как я... Пришёл в кафешку, да, зарядиться можно. Весь такой обычной проводами, датчиками, вчитывающей мозг. То, что ты говоришь, это в целом, ну, типа, вопрос хороший, но это вопрос... Ну, я не думаю, что это нерешаемая проблема. Это проблема, которую они будут решать, я думаю, рано или поздно. Я не уверен, что такая штука выйдет там в первые... Ну, там, типа, в течение года-двух. Не уверен, не думаю. Нет, нет, нет. Но в целом, если они говорят, что преемник готовится, скорее всего, это... Ну, то есть, это что-то... Точно что-то готовится, что заменит квест, и, возможно, это тоже связано с AR. Ну, то есть, вот еще моя мысль была. Вот. Мне кажется, весь посыл того, что Марк сказал на тот момент, я не слушал саму презентацию, не знаю, в каком контексте подавалось, но мне кажется, что это было... Вот смотрите, VR у нас теперь зарабатывает денег, и мы будем делать еще лучше. То есть, в таком плане, потому что, ну, так-то никаких подробностей не рассказали, они не сказали, что это будет... Да, он, по сути, он сказал... Суперкрутой шлем. Акции растите, и акции растут. Вот что он потом сделал. Так, мы комьюнити, мы комьюнити, нам показывают картинку, у нас встает. И мы обсасываем ее. И мы обсасываем ее. Два часа. То есть, Марк сказал, что у них, как бы, будут делать VR, значит, квест 3, значит, супер-пупер технологии. Тут, как бы, ну, возможно, ничего и нет. И, действительно, Марк сказал просто акции расти. Рисунок куча. Но это приятно, это приятно, что, по крайней мере, они видят в этом какие-то плюсы для своей компании и видят в этом будущее. То есть, они, ну, не забегают... Они в этом видят деньги. Ну, это, ну, естественно, как бы они в этом видят деньги. Они увидели эти деньги, они попробовали эти деньги, эти деньги им понравились, они сказали, да, окей, мы будем зарабатывать эти деньги. Ну, как бы, логично. Это хорошо для нас, как для потребителей VR-контента. Это хорошо. Так что здесь ничего удивительного или сверх чего-то такого нет. А вот... По поводу, опять-таки, если вот заключить про то, что преемник, я бы, допустим, вот с удовольствием дождался бы от них отдельных в продаже, допустим, для квеста второго контроллера с трекингом пальцев. Было бы неплохо. Нет, слушай, я почему думаю, что они этого пока что делать не будут, потому что вот я владелец квеста, рифтес и индекс. Вот. Я, ну, приводил людей, например, домой поиграть в индекс и в квест. Рифтес. Рифтес, а он валяется у меня на работе, я его даже не использую. Он настолько убитый, что его продать даже нельзя, так что... Вот, не суть. Короче, привожу я людей поиграть там в индекс и в квест. И в квест они очень быстро осваивают. А вот с индексом есть вопросы. То есть, насколько он крутой и все такое. То есть, мне нравится, что ты можешь бросать предмет и все такое. У тебя есть погружение больше. но сделать что-то подобное, то есть, точнее, не так, привести человека и обучить этому, ему, чтобы он там 10 минут, 20 минут поиграл с этим, это сложно. Потому что ему нужно сначала въехать, адаптироваться, то, что эти, вот эти штуки за, там, за цену одного квеста, у тебя два контроллера, вот их надо отпускать, когда ты что-то бросаешь. Это, на самом деле, не сразу люди схватывают. А Окулус, как мне кажется, вот как я вот смотрю на квест второй, на квест первый, они стараются, наоборот, делать так, чтобы он был более доступен. То есть, ты его купил, ты его надел и сразу, в принципе, ты уже good to go. Можешь сразу играть там в битсеберы и прочее. Вот, поэтому... Не знаю, я не согласен. Не согласен, потому что тут вопрос в том, что у... Нет, я не говорю, что там квест... Я не согласен. Квест сложнее, чем индекс, но вот эти вот, вот они. Что тут учить ты надел? Ты как бы ему открываешь какую-нибудь hand lab лабораторию и она сама и учит человека и это еще добавляет experience. Вот принести квест... Сейчас, сейчас. Принести квест во внешнюю там среду и просто достав его из коробки, подключить, нарисовать границы и сделать там, я не знаю, всем хорошо. Вот это да, это просто. С индексом действительно сложнее, но обучить управлению контроллером, мне кажется, они настолько интуитивные, они как руки. Посмотрите. Ну вот смотри, ты пробовал, ты пробовал человека какого-нибудь привезти домой и показать ему вот что-нибудь, обучить его. Ну у меня дочь, например... Это реально, это реально достаточно... Смотри, у меня дочь 7 лет, она как на индексе, ну нормально играет, но вот квест 2 она, например, освоила гораздо быстрее, потому что все равно ее ограничивает провод, ну потому что провод, он как бы, ну не дает ей там, ну утрированно бегать внутри границы. Ну нет, не сальтухи. Но вот с этим да, согласен, но в этом плане пальцами она освоила быстро, то есть как бы то же самое можно сказать и про других. Да, хорошо. Дочь VR-энтузиаста, ну типа, ну уже звучит как не, ну то есть не кейс про обычных людей, просто реально я был свидетелем, я несколько раз там приносил в новые компании, которые, ну для которых VR это новая штука, я приносил квест и иногда там у меня, ко мне пару раз заходили люди, которые никогда не играли в VR и я им показывал индекс. Вот, и я вижу, что индексу ну то есть именно контроллером тяжелее обучить, просто потому, что люди, ну то есть привыкли, что если у них что-то в руках, то это надо держать и пока вот этот барьер у них типа разрушится, ну это пройдет там не знаю сколько времени. Да, наверное, это можно облегчить, но... Смотри, я отвечу на, ну на твое мнение, потому что я столкнулся с этим напрямую, когда мы для промышленников реализовывали проекты, связанные с обучением. Ну то есть нам заказывали, например, ну какие-то разработку программных продуктов, которые, например, будут либо обучать нового сотрудника, либо симулировать какую-то ситуацию, там, ну, утрированное возгорание, либо там, я не знаю, сбой в системах, вот. Ну и, соответственно, мы занимались разработкой. И после этого мы эти системы внедряли. Вот. И вот обучить человека при внедрении системы, который впервые видит, он специалист в, ну, к примеру, в атомной энергетике. Он знает, что вот перед ним там какое-нибудь, какое-нибудь устройство, надо там ввести там какие-то команды, оно загорелось, надо его потушить, и все это мы эмулируем в VR. Мы даем ему вот эти палки, потому что на тот момент были именно HTC Vive. Мы даем ему эти палки, и вот с палками, ну, то есть сложно взаимодействовать именно с человеком, потому что в какой-то момент они просто их бросали и пытались что-то сделать руками, то есть нажать пальцами. Я застал еще тот момент, когда мы давали людям именно вот контроллер от Valve, вот, ну, то есть опосредованно точнее застал, то есть как бы, ну, когда я ушел с компании, ребята уже делали на Valve контроллерах, и с ними проще было. Сейчас они, не знаю, используют ли они Quest 2, потому что, ну, нам надо все, мы приносили с собой компьютер, то есть, соответственно, там, свою инфраструктуру предоставляли им, вот. Не знаю, насколько Quest 2 вытянет наши программные продукты, но то, что обучить человека именно на палках, вот это, да, Unreal. Палки – это пережиток прошлого. На индекс, да, на индекс гораздо проще, но обучить, обучить при должном усердии в ограниченное количество времени можно любого, то есть даже человек, который не видел VR, у нас были люди, которые, ну, их не тошнило, но вот, когда ты надеваешь шлем, он видит перед собой другую немножко область, у него начинает какая-то стрессовая ситуация, ну, там люди, ну, падали, или еще что такое было, но обучение прошли 80%, то есть 20% уже, ну, они не смогли адаптироваться из-за физического невосприятия вот этого всего, но нам как бы они мало были интересны, потому что как бы это не специалисты, которые мы обучали. Санчес, смотри, ты сейчас описал хороший кейс, но ты описал кейс, описал его бизнес-сегмента и какой-то софт для тренировки, где люди пытались что-то сделать пальцами. Здесь, да, здесь индекс-контроллеры, они действительно важны и нужны, потому что там работа пальцами отслеживается, и в данном случае людей учить надо, но это бизнес-сегмент, и это тренировка людей, допустим, неважно что, но это бизнес-приложение, а мы говорим о обучении и людей, которые не сталкивались с VR-ом, и он хочет там не кнопочки нажимать пальчиками, он хочет одеть шлем, битсебер рубить и зомбям головы топором пробивать, и ему проще, одел квест, тыкнул курком на битсебер, начал рубить кубики, тыкнул на Walking Dead, и он уже взял мачету и рубит зомбей. И рубит зомбей, господи, что тут учиться, вот ты взял их вот так вот, и все. Это, конечно, сложнее. Не, 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 это сложнее, это все, это нереальные технологии, о боже. Реально, есть проблема у людей с тем, что ты даешь им в руки контроллеры, ты их закрепил, и все такое, но они все равно их держат вот так, и ты им объясняешь, нет, ты отпускаешь руку, и представь себе, что вот это контроллер, это, ну, как сказать, прокси, то есть какая-то вещь, которая типа эмулирует то, что ты взял, и то есть ты, представь себе, что ты берешь предмет вот физически, ты ему объясняешь, объясняешь, но все равно ему нужно, чтобы, ну, привыкнуть к этому, надо там 10-20 минут, по-разному, в зависимости от человека, и это вроде бы ерунда, и можно сделать там туториал, и все такое, но мне кажется, Oculus важно, чтобы это было наоборот, что ты надел, и все, погнали там, на любой вечеринке, на любой там тусовке, потому что это поднимает возможность, точнее, поднимает процент людей, которые вот познакомились с этим, с этим и купили, ну, им проще войти в это, им сразу же покажется, что это круто, с первых же 5 минут, то есть даже вот если посмотреть на квас сейчас, это вопрос такой о барьерах, если, насколько много барьеров к тому, чтобы вот захотеть играть, и начать играть, то есть, например, если я хочу поиграть на индексе, мне нужно что сделать, прийти домой, то есть я вот пришел домой, у меня появилось такое желание, я включил компьютер, включил Steam, включил SteamVR, у меня там, ну, это моя проблема, да, что у меня не с первого раза, почему-то базовые станции не запускаются, но все равно, окей, включил SteamVR, и только после этого я надел шлем, и запустил игру, с квестом, с квестом, я понял, что не зарядил контроллер, что? А с квестом я прихожу, и у меня вот квест, и на нем есть несколько игр, которые уже установлены, Half-Life Alyx у тебя на квесте 2. Чего? Есть. Понимаешь, твой пример отличный, на самом деле, но, и да, я точно так же напрягаюсь бесконечно включать все это дело, но есть ряд контента, которого нет на квесте 2. Это понятно, вопрос не в этом. И тебе приходится пройти эти все, и когда к тебе приходят знакомые, говорят, слушай, покажи мне, как Half-Life Alyx работает, вот обучи его на квесте 2 контроллерах, на индексе контроллерах, и ты столкнешься с теми же самыми проблемами, везде надо грипп зажимать, когда ты бросаешь. Вопрос-то не в этом, а в том, что первое, обычно, вот обычно квест, ну, допустим, купил один друг квест, и вот он приходит в компанию, в которой никто его никогда не пробовал. И они, скорее всего, будут играть во что-то, что, ну, то есть, явно не Boneworks, не Half-Life, скорее всего, вот, там, 90% случаев, что первая игра будет, это какая-нибудь, я не знаю, Beat Saber, Superhot, что-нибудь такое, что, в принципе, быстро осваивается, и показывает, что VR это классно, и ты можешь получить удовольствие. Это, это вопрос такой, что ты, вход, ну, то есть, как сказать, порог входа, он ниже, и мне кажется, что Oculus пытаются сделать порог входа ниже, но если они сделают такой же трекинг, как на индексе, то порог входа они повысят, потому что нужно будет, ты только взял контроллеры, и тебе нужно будет обучиться вот этому всему. Ну, то есть, вроде бы кажется, что это мелочь, но все равно это дополнительный барьер. Я к тому, что вот квест ты берешь, вот ты надел, и все, ты уже, ты вот запустил игру, у тебя не нужно там, то есть, несколько барьеров исчезает, да, вот каких-то, и реально, ты начинаешь больше играть, вот на самом деле. То есть, если у тебя много игр на квесте, каких-то, и ты не особо графодрочер, тут понятно, тут возникают проблемы. то ты чаще играешь просто реально, ты приходишь, тебе проще, у тебя меньше барьеров. Он удобней в этом плане. Но, опять же, да, он удобней, ну, мне, хотя мне несложно было обучиться и на индексе, но он удобнее. Мы с тобой VR-энтузиасты, так что. Ну, окей, окей, он удобнее мне с точки зрения, вот, конченные люди. твоего примера, когда не надо запускать всю вот эту вот трихомутью, мне же, у меня зеркало в комнате, и мне нужно еще это зеркало завесить, потому что если я его не завешу, у меня начнут, начнется тремор рук, и это напрягает. То есть ты запускаешь базовые станции, запускаешь как бы шлем, запускаешь все эти устройства, то есть надеваешь перчатки, потому что руки потеют, и твои индекс-контроллеры могут пойти там, какими-нибудь там, я не знаю, ну, как вот частые примеры прислали, там, VR-Russ, там, все серии. Я там играю, ничем не протирал, посмотрите, у меня пластик слезает, и ты такой, вау. То есть, как бы до такой степени. Люди токсичные у меня. Ты такой степени уже. Ну, то есть... Не, у меня, кстати, чуть-чуть соползло, но я этого даже не замечаю. Ну, мы с контуром, мы с Антоном решили перчатки надевать. То есть, ну, такие без пальцев, то есть, интересные на самом деле. И такие вещи не говори, а то люди будут потом на VR-Russ писать, что для индекса еще и перчатки надо покупать. Да, ребят, это так, для индекса надо покупать перчатки. Только если вы токсичны. Да, если вы токсичны. Вы помните меня. Вот, соответственно, соответственно, с квестом все проще гораздо. У меня сейчас там установлен Doom 3, установлено еще несколько игр от Oculus, установлен там этот Wolfenstein. Я надел, я погнал. Все, супер. Никаких зеркал ему не мешают. Отличное устройство, но... Я на квесте недавно играл в Population 1. У меня сдох аккумулятор в правом контроллере во время раунда. Я левым, убегая от зоны, другой рукой менял аккумулятор прямо вот на ходу и как бы смог и даже выжил. Но есть обратная сторона для тех же... Ну, это небольшой процент людей, но вот, например, иногда я люблю там постримить игры. И вот для... Мне бы хотелось, мне бы хотелось, чтобы в квесте можно было открыть как их аналог там того же Twitch, напрямую на YouTube трансляции пускать. Или, например, тот же Discord, чтобы был интегрирован в квест 2. То есть, чтобы мы получили устройство не только с контентом игровым, но еще и компании такого уровня, как там, я не знаю, там, я не знаю, ну, Twitch тот же самый, или YouTube, они адаптировали программное обеспечение под квест. Это было просто шикарно. Так зачем они будут это делать, если у них есть свой Facebook гейминг, который прямой конкулярент и Twitch, и YouTube геймингу? Они хотят на свою платформу. Потому что их платформа убогая, тогда пусть они модифицируют свою платформу, я буду туда играть. Но это уже другая проблема. Если бы у Sony была своя стриминговая платформа, то я думаю, что PlayStation тоже бы не стримили на Twitch и на YouTube. А стримили бы только на их платформу. А у PlayStation есть интегрированные в PS5, например, или PS4, ну, вот в их PS Store Twitch тот же самый, или это все равно идет через... Да, Twitch и тут ты можешь сразу стримить. Ну, то есть, я могу сразу с Плойки это делать. Ну, вот я просто не знал про это. Но только эти два. Не хватает этого тоже. Ну, хорошо, не берем в расчет конкурентов и их стриминговые сервисы. Почему не адаптировать, например, тот же Discord? То есть, для общения. У них там есть свой голосовой. В жопу. На мессенджер. Все неудобно. Ладно, вас не переспоришь. Ну, в общем, ты в принципе прав. Я согласен, что Quest 2 это круто, но не согласен, что божественные пальцы сложнее в обучении. Ну, это просто такая штука, которая, типа, если ты сейчас хочешь купить шлем, ну, то есть, точнее, если вот ты, например, у тебя спросят сейчас, какой шлем ты посоветуешь. Ты будешь советовать от того, что за человек и какие у него потребности. Я советую Quest 2 всегда. А? Я советую Quest 2, его можно купить хотя бы. Понимаешь? То есть, смотри, я сейчас могу посоветовать только два шлема. Это Quest 2 и индекс. И чаще всего я советую Quest 2, потому что люди не знают, что за шлем, и у них обычно не супермного денег, они не, ну, то есть, у них психологический барьер. Как первый шлем, это вообще идеально. Quest 2 это хороший. Чего? И нет хорошей пеки, например. А у многих, да, у многих нету даже 10, ну, там, 10-60, многие до сих пор на девятой серии сидят. Да. У многих даже, я слышал, нету 30-80. Вообще. Вот отстойники. Офигеть. Даже у меня нет. У меня 10-80. Спалился еще. Ну, в общем, я уже забыл, о чем я говорил. Ты советуешь Quest 2 по причине... А, ну да, то есть, сейчас, на мой взгляд, есть два шлема, которые можно советовать в Quest 2, потому что по большинству причин ты советуешь Quest 2, но индекс ты иногда можешь посоветовать человеку, который, типа, слушай, я пробовал, допустим, что-нибудь, я знаю, что это точно мне подойдет, я готов много денег в это вбухать и очень хочу самое крутое, что есть. Это такой индекс. Все остальное, там, Pimax и прочее, обычно людям не советуешь, потому что, если люди такое покупают, они обычно знают, что им нужно, и они уже шарят в этой теме, они именно это выбирают. Готовы, готовы к геморрою. Да. Согласен, согласен, тут согласен. Ну, еще раз, индекс не купишь, а Quest 2 можно купить относительно легко, и это отличный шлем. Это, наверное, первый шлем, который я выделяю на сегодня, то есть, именно как рекомендацию. Я считаю, что с него можно и начать, и продолжить им, и если есть хорошее оборудование в виде ПК мощностей, можно еще и, купив линк, получить все, что надо тебе. Не обязательно. Пальцы, по сути, как бы, ну, клево, но можно и обратиться. Я хотел, вот ты говорил про бизнес-сегмент, я хотел сказать, что, так как я много общаюсь с людьми, которые используют VR для бизнеса, у многих или был HTC, или... До сих пор. Или до сих пор, да, или они покупают даже, ну, вот, например, наш шлем, и используют вайв-палки по причинам, во-первых, не нужно вот это вот, вот это вот все, оно не нужно для бизнес-клиентов, вообще, абсолютно, потому что достаточно курка, которым ты можешь тыкать. Во-вторых, вайв-палки можно купить в большинстве стран. Ты можешь просто пойти в магазин электроники и купить их. И если они сломаются, то есть, это не проблема их заменить. В то время, как индекс-контроллеры тебе надо заказывать за три года заранее, и потом все равно там через таможенную в Россию залозить там все это. Палки можно еще и починить намного проще, чем индекс-контроллеры. Так что там, да, очень много плюсов именно для бизнеса. На самом деле, мы, по-моему, уже победили эту проблему со стиком. Тысячу восемь, мне кажется. Мы же напокупали вот этих вот всех. Я не знаю, по-моему, джентльменский набор при покупке индекса и кастетов, это еще и купить дополнительные вот эти вот переключатели на стик, на Алиэкспресс, там порядка шести штук, конечно, продаются, как они правильно называются, не помню. Что за переключатель? Что за переключатель? Тоже не помню. Ну, когда дрифт начинается, как это называется? Стик! Стики, да, купить стики. Вот, соответственно, и дальше уже есть довольно большое количество роликов, как их менять, перепаивать. То есть, в принципе, я думаю, что есть возможность и их чинить, но, с другой стороны, я покупаю устройство дорогостоящее, и зачем мне этим заморачиваться? Палки. Просто вайма палки про то, что они очень просто чинятся. Это да, я придерживаюсь такого мнения, что контроллеры, это вещь утилитарная, они должны быть взаимозаменяемы. Если ты сломал контроллер, ты не должен бежать в гарантию, там, какую-то просить, ну, если у тебя, например, закончилось, ты должен просто купить один контроллер. Это должно быть просто. То есть, ты не должен пройти 10 кругов ада, чтобы получить себе взамену что-то. И вайма палки этим хороши, да. Их много, и их легко добыть. Намайнить. Кстати, раз у нас такая небольшая пауза, вы же слышали про AppLab? Кто-нибудь уже пробовал его? Я слышал, это в сайт-квесте что-то. Мы потестили, и самое простое, как это объяснить, что это вообще такое, это вот на примере YouTube. Это, по сути, это один и тот же магазин, да, Oculus, приложение, по сути, там же. Но, вот, сравнение с YouTube какое, что ты можешь залить видос и сделать его публичным или сделать его по ссылке. Вот тут абсолютно то же самое, то, что, типа, в AppLab ты закидываешь App'у свою, да, свое приложение, там какая-то небольшая модерация идет, что, ну, какая-то, честно, пока не знаю какая. Вот, но это тот же магазин, вопрос только в том, что в этот магазин на твою игру могут пройти только по ссылке или зная твоё, ну, прям вот, четкое имя твоей игры. По-другому никак. То есть, получается, что в целом это то же самое, но, типа, без фичера, то есть, тебя не рекламируют, но игроки всё равно могут... А где взять эту ссылку? Где найти ссылку? Вот вопрос. Если ты хочешь получить ссылку на эту игру, ну, вообще, получить эту игру к себе, ты знаешь, что эта игра существует, то ты должен либо загуглить, типа, ссылку найти, да, где-то в Дискорде, всё такое, где-то, ну, должны шарить её, да, либо, ну, вписать её, там, полное название на сайте Oculus, и там тебе внизу маленькой срочкой напишут, есть ещё одно приложение в AppLab. Очень удобно для бизнеса, я считаю. Что? Очень удобно для бизнеса, максимально скрываешь игру, которую хочешь продать, то есть, как бы, и все её ищут, но никто не знает название. У меня, кстати, несколько игр... Это штука, по сути, вот это, это скорее похоже на Early Access такой, что ты можешь, типа, выложить в своё приложение, и оно будет доступно для скачивания и там, и для покупки. кто не прошёл модерацию Oculus. Так ты можешь, как там, и чё, по-моему, там же тоже можешь, да, и в Сайт Квест, то есть, но смотри, тебе не нужно, тебе не нужно в AppLab даже получать этот аккаунт разработчика. Apple Lab что-то знакомое. Они, по-моему, занимаются контекстной рекламой в мобильных... Apple Lab, не этот, Apple Lab, это называется... Новая фейсбуковская штука. Сайт Квест, Сайт Квест, типа, в шлеме будет в 25-й версии прошивки, он, типа, должен, ну, через буквально там неделю-две отдать уже у всех. Оно уже и сейчас, но, типа, обновляется же Квест, так, ты знаешь, долго и нудно у всех обновляется, поэтому не у всех он будет быстро. Я слышал именно это, когда говорят про Сайт Квест, говорят и про это приложение. Я почему-то думал, что это вот что-то именно с Сайт Квестом связанное. То есть это официально от Oculus. Да, 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 это уже официальный, грубо говоря, это Сайт Квест от Oculus официальный. И вот просто сроксационал, что там можно именно по ссылке. Это прикольно. Если, в принципе, сейчас ты, грубо говоря, тебе для этого нужно скачать АПК-шку и через Сайт Квест ее загрузить, то здесь тебе достаточно будет просто ввести эту ссылку. Причем она будет извини, сори, причем она будет появляться в списке с остальными приложениями официальными. Не в отдельном ты там тысячу лет ищешь. А, во-во, да, я понял. Это вот, кстати, это круто. Потому что постоянно искать в сторонних это такое. Тут проблема. И вот как ее просто укусом не нравился Сайт Квест и они нашли способ как его медленно начать убивать. Забавно, забавно, но вот ты спросил где находить ссылку. И на самом деле можно находить ссылку в Сайт Квесте. То есть там они аккумулируют видимо все ссылки, стараются их там держать и получается Oculus не то, чтобы прям убили Сайт Квест, а в некотором роде люди его используют даже может быть чаще. Ну, то есть они не кащи. Ну, подожди, ты говоришь... Ты можешь на странице Сайт Квест. Да, да, ты можешь зайти на... Стой, подожди, ты говоришь, люди чаще его используют. Пока что еще даже там, ну, ты понял, половина оплаба нету. Да, может я перегнул чаще, но все равно, то есть он не совсем убивает, но все равно тебе иногда все-таки удобно. что это будет проще, если тебе не нужно кант-разработчика, тебе не нужно все. Я, например, вот как только у меня обновится, и у жены шлем обновится, сразу ставим оплабы себе, и все как бы зачем Сайт Квест. Больше не нужно будет искать ее шлем к компу, подключать там, искать опять это, подключать ее шлем, пока он там определится с третьего раза, потому что второй суешь, потом первый суешь, она типа хочет, чтобы его перезапустили сайт Квест. И, кстати, перезапускаешь, потом опять ищешь эту игру, а она находится там на пятой странице, и по ойс, у них нормально не работает, зачем мне этот весь геморрой? Я поставлю оплаб и все. А как теперь играть в игры, которые, например, Oculus не пропустит? Half-Life, так вот, оплаб позволяет же игры запускать, ставить те, которые не прошли матерацию. Ну, кстати, может быть, некоторые игры, они же в конце концов, такие как Wolfenstein и Half-Life, вот эти моды на квест, они туда не смогут попасть. Квейк, тот же самый виду. Мод на третий Doom, по-моему, вышел в App Lab. Есть? По-моему, да, я просто недавно видел видос от кого-то, там, с подборкой, там, десяти приложух, которые там уже есть, и он там показывал, что он показывал. Поправит как его. То есть, я, по крайней мере, у него смотрел, но он там через сайт квест устанавливал этот App Lab. Кого смотрел? Ну, и как его, откуда он, из Нидерландов, или из, откуда он Нейти? Нейти? А, да, из Дании, или не Дании. Из Дании, короче, не суть. Ну, не суть, И хорошо, что есть приложение, которое позволит быстрее это сделать, потому что мне сайт квест вот именно вот этим, да, был неудобен, потому что там надо вот все это мутить. Я периодически его удаляю, потому что он еще вдобавок кучу создает мусорных файлов на диске, а вот там какие-то полгига отдавать за приложуху, которую ты не используешь. Ну вот, но мне интересны именно игры, которые вот в виде вот таких модов. Если Oculus одобрит это все, то прекрасно. Да, надо подождать, посмотреть, потому что вот Doom 3, видимо, есть, вот, по остальным там, может быть, по этому, по... У тебя рука во рту. Ну, странно, что как бы идея была мода Doom 3, что ты покупаешь лицензию в Стиме, и после этого ты накатываешь мод. У всех такая идея. Если оно будет уже в готовом виде в Oculus магазине, эти Bethesda, они же ничего не получат с этого. Это как бы, ну, нарушение авторских этап, не знаю, может... Они получат... В смысле, они получат... Нет, они не получат ничего. Они не получат... Ты же купил игру в Стиме? Все? Смотри, Илья, там, на самом деле, по-другому все. То есть, то, что сейчас в Сайдквест присутствует в виде Half-Life, в виде, там, того же Doom, в виде Вульфенштайна, это все первый уровень. Для того, чтобы пройти игру дальше, ты должен сначала купить ее в Стиме, залезть в папку, скачать требуемые для Сайдквеста как бы файлы, перекинуть их себе на шлем, и тогда они заменятся, и у тебя появится полная игра. Геморрой хорошо. Как это будет реализовано в квесте? Вот, я тоже не знаю. То есть, получается, ты также получаешь первый уровень, проходишь его, а дальше вот ХЗ, как закинуть недостающие файлы. Я же говорю, давайте пока вот... Оно буквально вот только-только вышло, я думаю, что за ближайшую неделю две все обновятся, и посмотрим, как оно будет. Ну, по факту уже посмотрим, как оно будет. и там уже можно будет обсуждать. Но самое прикольное, что ты можешь купить там приложуху, и когда эта приложуха выйдет в официальном Oculus, то она у тебя останется. Она у тебя уже будет. Да. Это замечательно. Как я понимаю, потому что это один и тот же магазин. А в сайт квесте, если ты что-то покупаешь платное, то когда она выходит на квесте, то все, как бы, ты заплатил там, там и играй. Как там и нет игр, Но это только если разраб тебя ждаст. Ну, типа, да, для разрабов это проблема, для игроков это проблема, а в App Lab этой проблемы нет. Так что, я думаю, многие сейчас в App Lab будут выходить и не будут на сайт квеста. Зачем? Ну, скажем так, сайт квестом пользуются далеко не все люди, которые пользуются квестом вторым, ну, квестом вообще. А в данном случае App Lab как минимум, как минимум, он добавит количество игроков, которые играют в сторонние приложения, потому что тот, у кого нету компа, тот не может даже сайт квест использовать. То есть, ну, вот есть люди, у которого нет компа, ему нужно идти к кому-то, чтобы кто-то поставил себе сайт квест, и чтобы там поставить какую-то из игрушки, типа, тот же, чай для бога, да, T4 God, поставить ее на свой квест, ну, это реально целый квест нужно, чтобы ее поставить. А в App Lab ты поставил себе почему нету, это дополнительно, как минимум, это дополнительно. Короче, хорошо и плохо. Хорошо, что много приложений появится, плохо то, что они убьют, скорее всего, вот эти любительские моды, и мы не увидим, парт ли убьют. Они все еще будут в сайт квесте, то есть, если ты любишь эти моды, будешь качать все... А как ты будешь устанавливать приложения из стима, то есть, вот из папки стима как ты закинешь их на квест? Смотри, в сайт квест все еще будет жить, в нем меньше будет народу, понятное дело, но если ты чувак, которому это все нужно, то ты заморочишься и поставишь сайт квест, и через сайт квест будешь ставить. А если нет... Тебе это нужно, ты поставишь, да. Да, то есть, типа, это облегчает части народу жизни, в том числе, возможно, тебе в некоторых там, ну, в зависимости от кейса, какую ты игру играешь, все такое, но, то есть, вещи, которые туда не попадают, они не исчезают же навечно, правильно? Они в сайт квесте все еще остаются, если они, конечно, не выключат... Ну, вот в этом вопрос, они отключат серваки, и все. Вот. Ну, и опять-таки, все эти игры есть немаловажно, то, что надо будет, ну, приложения в App Lab, они обновляются сами. Угу. В сайт квесте нужно все-таки качать и переобновлять его. На самом деле, тебе просто реально, ты, как только ты... Тебе нужно нажать на ссылку на телефоне, вот что тебе нужно? Квеста телефон, ты взял телефон, ты нажал на ссылку, тебе говорят, открыть в Oculus приложухе, ты нажал на Oculus приложение, и у тебя, по сути, эта игра добавляется в список всех игр, которые у тебя есть. Все. У тебя, получается, она, ну, ничем не отличается от остальных, которые есть в официальном магазине. Просто ее сложнее достать. Вот и все. А полностью отключить сайт квест вряд ли они пойдут, ну, сайт квест не дает им, ну, скажем так, они ничего не теряют от сайт квеста. И он не, они точно так же не поддерживают пиратство. Сайт квест. Да. На официальном уровне они его даже, типа, предложили, когда там пытаешься поставить пиратскую игрушку взломанную, то у тебя там большое такое предупреждение сайт квеста, что они, типа, нифига мы не будем это ставить. А ты пробовал? Ай-яй-яй. Естественно. Естественно. На первом квесте, да. Страйк. Ну, проверить, как это вообще происходит. Чисто в целях изучения. Эксперимента, да, изучения. Я поставил и после этого сразу удалил и обновил. Во, видишь? Тоже экспериментатор. Ну, все-таки не хочется очередной обновления шлема. Он тебе скажет, типа, твой аккаунт заблокирован. Я знаю, что есть отдельные мне скидывали чуваки. Где? Где Facebook Horizon? Я хочу делать подкаст Facebook Horizon в лучшей социальной... Слушай, а что за Facebook в Венюе? Я вот что-то не могу курить. Венюе это что? Это старая была. Это до этого. Они ее закрыли. Ну, как закрыли? Я так понял, она, типа, открыта все еще, но там такие, типа, ограниченный список людей. Мне просто понравилось, типа, там я читал комменты и подобное, когда люди жалуются, что это хуже VR-чата, типа, захожу в Венюе, а там вокруг толпа рущих детей. Ну, хуже, чем VR-чат, это даже хуже, толпы вижащих детей. И такие, знаешь, типа, алло, Facebook, типа, может, вы как-то проследите за этим? Вообще, детям же нельзя, до 30 лет нельзя. А там именно бегающие, я же говорю, комменты, там скриншоты, типа, когда там вот такие мелкие там бегают и орут, вижат, пищат, ну, то есть явно дети, которым, ну, меньше 13 лет. Ну, вот, и типа, Facebook, вы там собираетесь что-то с этим делать, как-то следите, нет, не модерируете, мне кажется, им все равно. А вы пробовали майкрософтовский AltVR? Как он? AltSpace. Я, да, периодически запускаю его, да, иногда захожу, он так и живет, там даже, типа, ивенты происходят разные, там всякие вещи, ну, типа там, презентации, там какие-то коучи, психотренинги, ну, разные, короче, там всякие фишки происходят, захожу, заходил просто посмотреть, что там, иногда захожу, смотрю, там расписание обновляется, постоянно там что-то новое, захожу, там какое-то было психотренинги, в стиме, AltSpace, AltSpace. она бесплатная. Так, набрать. Я, я там был, проводился Хельсинский XR-фестиваль, и там даже мэр Хельсинки выступал в шлеме на сцене. Ну, прикольно. Ну, это прикольно. А, и там, кстати, можно будет попробовать, там, типа, тоже аватарки добавили более-менее, там, я знаю, что можно сделать, типа, экран с, типа, ютубовский, там, можно типа ролики какие-то включать, можно об этом подумать. Не знаю, мне VR-чат как-то больше в этом плане, или ты хочешь сменить обстановку? Не, ну, как бы можно попробовать, просто поэкспериментировать. попробуем, как бы не вопрос, потому что, ну, мы вроде бы здесь все уже настроили, по большому счету, то есть, как скажешь, в общем, твой подкаст, куда хочешь, да и переедем. Договорились, попробуем, и тогда они никогда не попробовали. Ладно, все, на этом мы заканчиваем этот подкаст, спасибо, что смотрели, смотрите нас на ютубе, слушайте на, где там, на всяких подкастовых платформах, общайтесь с нами, почти со всеми в дискорде VR-RUS, и увидимся в следующий раз, пока. Любим тебя. Пока. Пока-пока. Пока.